Поэтому ладно, давайте. Дождь нам не помеха? Никак, нет. Вчера было веселее. Позитивный настрой, несмотря на погоду, всех этих людей объединяет одно – желание защищать семью и родину. Они сейчас только на первом этапе военной подготовки. Вспоминают, как пользоваться автоматами. Некоторые когда-то держали в руках оружие, но не все. И несмотря на отсутствие боевого опыта, все равно готовы ко всему. Мы выросли в Советском Союзе, у нас воспитание другое. И нехорошо, когда дети, вместо того, чтобы заниматься какими-то детскими играми, жить счастливой жизнью, они рассказывают взрослым, как прятаться от бомбежки, какой боеприпас летит. Это неправильно. После подписания договора с ДСАФ на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота проходит два этапа обучения в течение месяца. Инструкторы ДСАФ принимают добровольцев, оформляют их, готовят к занятиям. Здесь будущие солдаты занимаются одиночной подготовкой, а потом на другой полигон. Отрабатывать применение артиллерии, ротных пенометов и другого. После обучения – экзамен, который определит призвание. Помощь нужна везде. Если кто-то не овладеет оружием, может помогать врачам и волонтерам. Не должны, как бы сказать, исполнить свой гражданский долг. Я понимаю, да, отслужили. Но это совсем другое. Это не просто официальная операция, по моему мнению. Это очистка от фашизма. Не добили наши деды. Мы должны это дело завершить. Поддержать добровольцев приехал губернатор Приморского края. Как и все, он тоже прошел подготовку. Несколько раз навещал земляков, участвующих сейчас в спецоперации, и знает о всех проблемах. Поэтому поддержал не только словом, но и делом. Правительство Приморья обеспечит полную экипировку батальона, квадрокоптеры, рации и другие приспособления, которые облегчат службу. Мы обеспечим этот батальон всем необходимым, с тем, чтобы он в назначенный срок прибыл для выполнения боевых задач и был хорошей поддержкой тем нашим частям, которые выполняют специальную войскую операцию. У многих на Украине живут родственники, у других участвуют в спецоперации. Поэтому знают не понаслышке о том, как им нужна наша помощь. Мой сын, командир взвода десантно-штурмового, находится там. Ну и мне остается только сделать все возможное, чтобы облегчить ему эту тяжелую, но очень важную работу. Я надеюсь, что мы будем рядом. Бойцы совсем скоро присоединятся к составу 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Главная цель – защитить братский народ. Валерия Николаева, Максим Евсеев, Панорама.